Добрый вечер. Эфиры национальной вещательной компании САХА продолжают совместные агитационные мероприятия доверенных лиц и кандидатов президента России. Я напомню, что главные выборы страны состоятся уже через 11 дней. Итак, представим участников сегодняшнего прямого эфира. Программы «Молодежная политика в России». Первый вопрос я адресую Надежде Акимовой в порядке регистрации кандидатов. Итак, председатель правительства России Дмитрий Медведев еще в 2014 году утвердил распоряжение об основах государственной молодежной политики до 2025 года. По нему строится молодежная политика в нашей стране. И как вы считаете, требует ли эта стратегия внесения изменений и каких? Добрый вечер, уважаемые избиратели. В преддверии прекрасного весеннего праздника 8 марта я хочу поздравить прекрасную половину с женским днем. Пусть в ваших домах будет всегда тепло, уютно и вы будете чувствовать себя настоящими женщинами. Но что хочу сказать по поводу молодежной политики. Конечно, молодежная политика сегодня должна стать одним также из важнейших пунктов государства. Почему? Потому что будущее за молодежью. Сегодня та программа, которая ведется нашим государством, конечно, это все замечательно. Но надо понимать, что некоторые мероприятия проводятся для галочки и, по сути, на местах. Надо сказать, что сегодня это стало все политизировано. Поэтому молодежная политика сегодня должна быть не избирательная, не политизированная, а быть настоящей. Поэтому в программе Владимира Вольфовича Жириновского молодежной политике уделено множество внимания. Во-первых, мы сегодня должны предоставить хорошее доступное образование молодежи. Во-вторых, мы должны предоставить рабочие места. Сегодня каждый молодой человек, который выходит с института или девушка, должна получить рабочее место, высокооплачиваемое. Мы сегодня должны помочь с льготной ипотекой или с льготным жильем. Если мы будем развивать мегапроект как Дальний Восток, как это планирует сделать Владимир Жириновский, соответственно, мы должны решить вопрос с льготным жильем, чтобы сегодня молодежь развивала Дальний Восток. Это была единая идея поднятия страны, поднятия промышленной отрасли. Поэтому в программе Владимира Жириновского написано очень много молодежной политики и о том, что сегодня мы должны помогать и при покупке автомобиля, и при покупке жилья. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского, пусть он едет в Кремль, и Россия станет сильной страной. Спасибо большое. Вячеслав Куличкин, вы как думаете, стратегия государственной молодежной политики требует изменений? Добрый вечер, товарищи. Дорогие, любимые, милые, родные женщины, от своего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником Международным Женским Днем. Вы – наша жизнь. Мы любим вас за вашу красоту и мудрость, за доброту и великодушие. Своей заботой и участием за вашу красоту и мудрость, за своей заботой и участием вы делаете мир светлее и добрее. Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно решать самые трудные задачи, и при этом всегда остаетесь самыми сильными и привлекательными. Желаю вам, чтобы не только в этот прекрасный день, но и всегда вы чувствовали любовь и заботу окружающих ваших мужчин. Пусть дети радуют вас со своими успехами, пусть уют и благополучие будет в ваших домах. А в самый торжественный будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы. С праздником ваш Павел Грудинин. Товарищи, молодежь – это самая социально незащищенная категория нашей России. Их не берут на работу, ссылаясь на отсутствие стажа и опыта работы. Если молодой человек хочет открыть свое дело, он не может его открыть так, как нет залога. Павел Николаевич Гурдинин в своей программе обознатил. Каждый молодой человек будет трудостроен, получит бесплатное образование. Спасибо большое. Алексей Егоров, на ваш взгляд, стратегия государственной молодежной политики изменений требует? Добрый вечер, уважаемые избиратели, добрый вечер, уважаемые участники дебата. Ну, во-первых, конечно же, я присоединяюсь ко всем поздравлениям к нашим милым дамам. Но, что касается основы государственной молодежной политики, то давайте сначала поговорим об этом документе. Что это за документ и кто его разрабатывал? Его разрабатывал Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Росмолодежью. На самом деле, в разработке этого документа принимали участие очень много человек. Когда я говорю о очень много человек, я говорю о 5,5 тысяч молодежных организациях, я говорю о 10 государственных университетах, я говорю о сотне вузов нашей страны. Было прислано около 4,5 тысячи предложений, которые как раз таки рассмотрели наши вузы. На тот момент, когда еще этот документ не был принят, на самом деле вся ответственность за нашу молодежь, за молодежную политику, она распределялась по регионам. Регионы сами решали, как развивать молодежь. Что касается сути этого документа, о чем там говорится? Там говорится о концепции, о приоритетных задачах и о механизмах реализации государственной молодежной политики. Вы знаете, следуя из всего вышесказанного, я с уверенностью могу сказать то, что этот документ не требует никаких изменений. Разве что коррективы могут быть внесены в республиканские нормативные акты. Что касается молодежного закона, закона о молодежной политике, то наша республика приняла этот закон уже в 98 году. Спасибо большое. Евгений Язев, ну и ваше мнение, конечно, по поводу государственной молодежной политики, стратегии. Я хотел бы обратить ваше внимание, что очень часто в наших заявлениях нашего правительства есть вещи, которые сеют рознь, неравенство. Они дают возможность спекулировать на некоторых положениях. И в частности, очень часто мы сталкиваемся с тем, что приоритеты для молодежи идут в ущерб более взрослому населению, людям, которые уже набрались опыта, которые могут полноценно работать. И в результате наше законодательство иногда позволяет обращаться очень неверно, наверное, и неэффективно. Следуя политике, которую предлагает Борис Юрьевич Титов, кандидат в президенты Российской Федерации, главным должно все-таки оставаться равенство возможностей. И корректировки, которые вносятся в отношения между старшим поколением и младшим, должны быть обоснованными. У молодежи есть главное достоинство, которого лишены мы, старшее поколение. У них есть молодость, есть силы, есть здоровье, которого часто не хватает более опытным, но более возрастным членам нашего общества. Я считаю, что нужно вносить те изменения, которые мы только с точки зрения возможностей предоставления льготных кредитов, это действительно необходимо. Возможности обучаться наиболее талантливым в лучших учебных заведениях, но для этого они должны понимать, что они должны доказать свою полноценную роль в этом обучении. Мы должны добиваться того, чтобы они осознавали собственную значимость не потому, что им предлагают какие-то льготы, которые потом и на них сыграют в отрицательную сторону, которые не позволят им занять свое место. Они должны понимать и должны осознавать свое место, свою значимость. И стратегия Бориса Титова, стратегия роста, ориентирована именно на эти положения. Спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. Надежда Акимова, пожалуйста. Владимир Путин в послании к Федеральному собранию отметил, что нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах. Речь идет, конечно, о социальных лифтах. Каковы мнения вашего кандидата в отношении кадровой политики в нашей стране? Пожалуйста, две минуты. Уважаемые избиратели, давайте начнем с того, что сегодня и правительством республики, и правительством Российской Федерации очень много сделано в плане того, чтобы наши молодые люди смогли обучаться в лучших вузах России. При том, что республика даже оплачивает некоторые бюджетные места. Но проблема в том, что эти люди не могут обратно вернуться. Сегодня у нас нет рабочих мест. Эти специалисты готовы принести блага нашим родной республике. Но, к сожалению, они не могут вернуться, потому что нет здесь высокооплачиваемой работы. И я думаю, что эта проблема есть по всей стране. Но так как у нас республика одна из богатейших и одна из самых больших субъектов Российской Федерации, я остановлюсь конкретно на ней. Сегодня мы должны создать систему кадровой политики не на родственных связях и клановости, или каких-то приоритетов родителей, финансового плацдарма, который у них есть, и они могут сегодня обеспечить или договориться, чтобы их ребенок вернулся в родную республику и занял какой-то муниципальный пост. Мы сегодня должны вести честную политику по отношению молодежи. Вы согласитесь, сегодня не каждый молодой талантливый человек, который мог бы обучаться и потом опять же принести пользу своей родной стране, он не может обучиться, потому что у нас образование оплатное. Родители, к сожалению, зарабатывающие три копейки, не могут ему позволить выучиться в лучшем вузе. Мы сами губим сегодня молодежь. Поэтому молодежная политика и кадровая должна измениться. И должна измениться так, как предлагает это сделать Владимир Жириновский. Мы сегодня должны, а, создать такую внутреннюю политику, где будут развиваться новые предприятия, создадут рабочие места, и, б, и вложить в молодежь все самое лучшее. Это образование. Спасибо большое, Вячеслав Куличкин. Ну и мнение вашего кандидата в отношении кадровой политики в стране. Ну, у нас в 90-х годах кадровая политика, как таковая она была разрушена, которую создавалось в советское время. Поэтому сейчас говорить о системной работе с кадрами, ну, такой нету системной работы. Есть скачкообразные и так далее ведется работа. Но, в целом, работа ведется по месту работы, по местническим соображениям. Допустим, руководство Российской Федерации, это в основном выходцы из Санкт-Петербурга. И на региональных уровнях такая же идет тенденция. Потом очень сильно влияет на формирование кадров, кадровой системы, как такой, допустим, даже нашей республики, если брать, на уровне наслегов, районов и республики с целым руководством, то итоги выборов. Если ты на выборах принимал участие или был против, работал против главы, который избран на наслега, района или республики, то ты уже, как говорится, превращаешься в человека, который неугодный, которому даже могу сказать 24 часа показать, чтобы он уехал с деревни, района или республики. Такие факты у нас есть. Поэтому в целом, та ситуация, которая сейчас сложилась с республикой, конечно, это неприемлемо. Павел Николаевич Грудин однозначно говорит о том, что, во-первых, каждый человек должен быть трудоустроен. Соответственно, учитывая его профессиональные качества и деловые качества, не должно быть такого отношения, когда человек только из-за итогов выборов, которые он проявил свою политическую волю, гражданскую независимость, только из-за этого человека надо преследовать и никуда не пускать этой непозволительной роскоши. Поэтому мы должны дорожить каждым человеком. Поэтому Павел Николаевич однозначно говорит, каждому человеку должен быть достойна учеба, достойна работа и достойна зарплата. Голосуем за Павла Николаевича Грудина, за будущее России и Якутии. Спасибо большое. Алексей Егоров. Кадровая политика в нашей стране. Мнение вашего кандидата, пожалуйста. Слушайте, мы тут говорим о молодежи, а я хочу сказать слово от имени молодежи. Ну, по крайней мере, буквально вчера я состоял среди молодежи и могу сказать с уверенностью, что внимания от государства, молодежи, достаточно. А иногда, вы знаете, бывают проблемы, вот которые вы говорили, вот с трудоустройствами и так далее, и так далее. Иногда эта проблема исходит вообще от дома, от семьи. Потому что мы иногда неправильно выбираем свою профессию. Каждый ребенок должен выбрать ту профессию, в котором он будет себя чувствовать комфортно, в котором он будет работать с удовольствием. И этому как раз таки должны способствовать и родители, и государства, которые заботятся о молодежи. Если мы сейчас говорим о платном образовании, мы сейчас говорим про ЭГЕ. Если мы сдаем хорошо ЭГЕ, но отлично, то если мы даже родились в какой-то окраине нашей республики, мы имеем возможность бесплатно отучиться в лучших вузах нашей Российской Федерации. Конечно же, кадры решают все. И в первую очередь в становлении молодого человека как специалиста, в этом еще способствует именно вот это вот наставничество. Вот очень отрадно, что в последнее время этому уделяют огромнейшее внимание. Вот в феврале прошел форум в России по наставничеству, где наша республика, делегация из нашей республики принимала активное участие. А также вот 6 марта идет во Владивостоке Дальневосточный форум, тоже наставничество, где наша делегация тоже принимает участие. Кстати, вот по поводу наставничества. На самом деле это очень важно. Потому что когда я, как специалист, прилетел в Якутск, только что получивший образование артист, наше старшее поколение, аксакалы наши артисты, дали мне то, что не дал вуз. Спасибо большое. Евгений Язев, итак, мнение вашего кандидата в отношении кадровой политики в России. Когда мы излагаем программу как единомышленники Бориса Титова, кандидата в президенты Российской Федерации, наша основополагающая позиция заключается в том, что должна быть все-таки конкуренция. Конкуренция не только между людьми и не столько между людьми, а конкуренция между районами, между городами, поселками, по качеству жизни, для того, чтобы дети себя чувствовали комфортно по всей территории республики. Нас очень мало. Нас всего лишь миллион на 3,5 миллиона квадратных километров. А отношение к тем же пожилым людям, к молодежи, у нас принципиально отличается. В разных местах, по-разному. Условия отличаются кардинально. Жить на севере намного тяжелее, чем на юге и так далее и тому подобное. Я хотел бы вам, ваше внимание обратить на то, что прежде всего для молодежи актуальны не столько даже льготы, для них необходима востребованность. Они должны чувствовать, что они нужны здесь, в республике, нужны для своих близких, для своих родственников, для своих друзей, для того места, где они родились и где они прожили свою жизнь. У нас перед глазами пример общения главы республики с одним из аспирантов, который ему откровенно сказал, что его не ждут здесь, он здесь не нужен. Поэтому главное – это деньги, возможность развивать производство. Пусть это даже будет не сразу рентабельное, это будет убыточное производство, но они должны понимать, что они нужны, что они будут полезны, что они поднимут это, что они создадут новое для того, чтобы жить там, где они могут себя реализовать. Вот это главный вопрос программы Титова. Деньги, ресурсы, все это в связке, возможность получения образования, возможность вернуться, возможность свободно перемещаться не только по территории России, но и по миру. Программа Титова «Стратегия роста» – это свобода, за которую вы все должны бороться. Спасибо большое. Итак, Надежда Акимова, переходим к третьему вопросу. Как обстоят дела с продвижением талантливой молодежи, на ваш взгляд, у нас в Якутии? Пожалуйста, у вас одна минута. Надо понимать, что Якутия всегда славилась своими уникальными кадрами. У нас и творческие люди, и научные люди, и научная база у нас фундаментальная, на самом деле, в свое время была сильная. Но, к сожалению, из-за каких-то неправильных управленческих решений сегодня у нас нет возможности развиваться и талантливой молодежи, и научной молодежи, которая занимается наукой. Почему? Потому что они здесь действительно не востребованы. В программе Владимира Вольфовича Жириновского сегодня описано, как мы должны использовать сегодня таланты нашей молодежи, и как это должно в дальнейшем будет развиваться, и какую пользу молодежь должна будет принести стране. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского. Пора убрать эту громоздкую, неэффективную административную машину. Спасибо большое. Вячеслав Куличкин. Все-таки какие нужно создать условия молодым людям, чтобы они оставались в республике? Уважаемые товарищи, избранием Павла Николаевича Грудинина, президента Международной Федерации, все талантливые ребята, молодые люди будут обеспечены тем условием для продвижения их возможностей, их желаний. Ну, помимо этого, хочется заметить, что в последние дни опять берет обороты по искажению фактов и клеветы на Павла Николаевича Грудинина. Идут в средствах массовой информации, в центре телевидения о том, что там где-то опять нашли унси золота, 13 счетов в банках и так далее. Мы призываем наших избирателей, тех сторонников Грудинина, которые сейчас в сомнениях. Вы не сомневайтесь, Павел Николаевич Грудинин на правильном пути. И мы победим на этих выборах, несмотря на то, что то давление, которое сейчас оказывается властью. За Павла Николаевича Грудинина, за Россию, за народовласти. Голосуем, товарищи. Спасибо большое. Алексей Егоров, ну, ваше мнение, как обстоят дела с продвижением талантливой молодежи в Якутии? С продвижением талантливой, если мы говорим о продвижении талантов, о проявлении их, то в России по этому поводу проводится множество конкурсов, форумов. В России проводится, например, конкурс «Лидеры России». В нашей республике проводится игра, деловая игра «Министр», в котором участвуют очень талантливые ребята, очень перспективные ребята. На самом деле это те ребята, которые в будущем будут управлять нашей республикой. А вообще, если мы говорим об основе государственной политики, то оно имеет две основные цели. То есть государство должно создавать условия, а молодежь должна использовать все эти условия. Если мы говорим про продвижение талантов, то мы не должны ждать, что нас все время продвинут. Мы должны активно принимать участие, активно принимать участие в жизни нашей России, принимать участие в ее совершенствовании. Понимаете? Поэтому я верю в нашу молодежь, я верю в нашу инициативу. Голосуйте за Владимира Владимировича Путина. Спасибо, Евгений Язев. Ну и ваше мнение по поводу продвижения талантливой молодежи в Якутии. Я хотел бы обратить опять же ваше внимание на то, что воспитывать на игрушках, как это игра «Министр» и прочее, это все не тот путь, по которому мы должны идти. Мы должны воспитывать в работе и на конкуренции, прежде всего. Они должны ощущать, молодежь должна ощущать, что она важна, нужна, и ей не создают каких-то льготных условий. Ну и второе. Сегодня Борис Титов, кандидат в президенты Российской Федерации, разместил блестящее совершенно поздравление нашим дамам. Я всегда считал, что самая красивая женщина вообще в Якутии, это цвет нации, это цвет Российской Федерации, это наиболее важная часть нашего населения, от которой зависит, как мы будем работать и куда мы будем стремиться. Он выступил там как настоящий мужчина, как джентльмен, как воспитанный, образованный человек. Поэтому посмотрите его обращение, и вы поймете, что такой президент нам очень нужен. Спасибо большое. Благодарю участников сегодняшнего прямого эфира. Я напомню, что вы смотрели совместные агитационные мероприятия доверенных лиц кандидатов в президенты России в эфире национальной вещательной кампании САХА. Ну и в преддверии Международного женского дня поздравляю всех женщин с этим прекрасным днем. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова